Бабич начал троллить отношения Дани и Юли. Милана Некрасова после съёмок попала в больницу. Дину Саеву заподозрили в смене Веры, карнавал нашла причину постоянных болезней, а Амини поставили капельницу за 300 тысяч. Закончилась хайповая история, которую Янгер нам хотел подать под соусом беременности своей девушки. Я вам сразу говорил, что это прогрев к чему-то другому, как в итоге и получилось. Лёше на самом деле на днях подарили пёселя порода мультипу, которого ему захотелось оригинально представить. Имя Пушистику ещё не придумали, а вот зрители в комментах не особо оценили его оригинальность, так как думали, что он действительно станет отцом. Есть подозрение, что и Карина Кросс специально развела в сети конфликт с друзьями-блогерами, которые не хотели снимать под её новый трек «Истерика». Тем самым исполнительница создала лишний шум вокруг, который выдал неплохие позиции в чарте ВК спустя сутки. 34-го места не всегда получается добиться даже топовым артистам. Но и тут, возможно, подкрутка статистики со стороны соцсетей, ведь песня выпущена эксклюзивно только у них. Литвин тем временем завершил самую хайповую историю на своём канале за последние годы с той самой бэхой, которая у него в Дубае увела Элина. В новом интервью Миша раскрыл, что он находится в процессе съёмок четвёртой части этой эпопеи. Тачку вернули, но вот от виновницы торжества он оказался ещё в большем шоке. Сейчас мы вот эту часть снимаем, следующую, которую никто ещё не видел. Она прям очень сильно проявила своё лицо настоящее. То есть, если она до этого невинную девочку играла, то сейчас... Ну, это прям ужас. Пока Басту хейтили всем миром из-за недавнего выпуска «Вопрос ребром» с Масленниковым, сам Дима не знал, что вообще происходит. Только недавно он нашёл пару минут, чтобы вникнуть в суть, после чего сразу же выступил с обращением в защиту Василия. По его словам, как бы кому ни казалось, на съёмках царила дружеская атмосфера, и никакой обиды к рэперу нет и не было. Друзья, честно говоря, никакой обиды, ничего нету. О чём? Это моя вина, наверное, то, что мы пропустили выход ролика и его не поддержали, и все подумали, что мы там обиделись и так далее. Но мы знали, куда идём, мы знали, что выпуск будет с кинд под колом и так далее. Это то же самое, что братья обижаться на ЧБД. Подвели также к финалу свой заочный конфликт две звезды Голливуда – Селена Гомес и Хейли Бибер. Сами девочки, по сути, не ссорились, по большой части все стычки родились из-за фандомов, которые вечно спорят с кем Джастину Биберу в отношениях было лучше. В момент же, когда ситуация доросла до угроз в адрес каждой, Хейли списалась с Селеной и предложила публичное примирение. Мисс Гомес попросила в историях аудиторию остановиться, так как подобные методы давления она вообще не приемлет. Аналогичное заявление сделала и Бибер, дав понять, что их конфликт бессмысленен и только портит жизни всем окружающим. Тем более, Селена давно уже забыла о Джастине, и на горизонте у неё завязался роман с ещё одним популярным певцом Зейном Маликом. Просочилась же в СМИ информация благодаря хостас одного из лакшери-ресторанов, куда парочка пришла вместе и по её совам держалась за ручки, вплоть до посадки за столик. Бустоши на вчерашнем стриме не стал больше скрывать, что он находится в отношениях. Проходили подкаты к актрисе фильмов для взрослых Еве и Элфи, в процессе которых Слава вставлял свои типичные шуточки. Но в этот раз всегда добавлял, что он ни на что не намекает, так как сердце уже занято. Ты же понимаешь, почему это? Ну типа, посмотри на стрим сейчас. Ты сказал, что тебе нравится высокий, ну типа 185 сантиметров. Работает, работает. У меня сейчас сердце занято, если честно. Теперь осталось дождаться момента, когда ему и Дилария надоест скрываться. И они расскажут всё прямо, доказательств привели вполне достаточно. На этом же стриме анонсировала начало своей деятельности на Твиче Ева Элфи. Девушка сейчас живёт в Америке, имеет достаточно большую западную аудиторию, поэтому начнёт на английском языке. Ну и про своих русскоязычных фанатов тоже забывать не собирается. А у тебя какой контент будет? Я хочу играть, но я скорее всего буду на английском стримить, иногда буду пытаться делать стримы на русском. Ау, ты говоришь английский? Да, конечно. Вечно пропадающая Карина Крамбэйби поделилась, какие муки ей пришлось пережить за последние пару дней. Она вынуждена была посетить стоматолога из-за последнего зуба мудрости, который у неё вылезал весь последний год. Впоследствии от двух предыдущих она перенесла буквально за два дня. А сейчас на третий выглядит вот так и периодически плачет от нескончаемой ноющей боли по всему лицу. Не лучше сейчас выглядит в Али Карнавал по таким же причинам. Чуть выздоровев, бандитка отправилась вырывать зуб мудрости, из-за которого, скорее всего, она и болела последние два месяца. Врач ей рассказала, что когда они лезут, то сильно подрывают иммунитет всего организма. У меня вылез зуб мудрости, который мне толкает всю нижнюю челюсть зубов. Я не могу есть, не могу спать. И предположительно, кстати, врач говорит, что я не могу до конца выздороветь из-за того, что зуб мудрости, когда лезет, очень сильно сажает иммунитет. Амина, улетевшая с подружками-стримершами на отдых в Дубай, подумала, что совсем оглохла после выхода из самолёта. У неё уже три дня не слышит одно ухо, а второе заложено наполовину. Записаться к врачу сразу не получилось из-за отсутствия свободных окон у Лора. Но на помощь пришла Юля Гаврилина, о которой пару недель назад обращалась к специалисту с атитом. Мужчина быстро приехал и вынес диагноз об образовавшихся ушных пробках, которые при правильном лечении быстро рассосутся. Тут он уже увидев, что у Тендерли есть деньги, начал навязывать архидорогие услуги, предложив различных лекарств и процедур на 300 тысяч рублей. Ами распочухала что-то неладное, стала отказываться. Но он всё равно открыл флакон с жидкостью для капельницы, за которую запросил 60 тысяч. Они открыли мне одну капельницу и сказали, ну я открыл капельницу, что мне через твоего кармана платить. Я ещё такая в этом плане слабохарактерная немножко. И я сказала, да нет, я заплачу. Я заплатила ему 60 тысяч рублей за то, что он меня смотрел, открыл капельницу, которую мне не капали. 60 тысяч рублей, 3 тысячи дирхан я ему заплатила. Нидни, они проживают на этом свете без хейта Дина Саева. И особенно на теме веры и её причастности к мусульманству. В тиктоке появилось несколько свежих роликов с сестрой, где она не делает ничего провокационного. Но вот на шее у неё заметили украшение в виде красного крестика, который является символом христианства. В комментах с сильным негативом начали интересоваться, неужели она сменила вероисповедание, и как вообще такое можно себе позволять. Тем более в период, когда идёт пост с рамаданом. Я погуглил, и по правилам мусульманства действительно запрещено носить какие-либо отличительные знаки на шее. Но напомню, что Дина не раз заявляла, что не является верующим человеком. И соответственно, если она не хочет, заставлять как-то, а тем более обвинять во всех грехах мира, не стоит. Каждый вправе выбирать, как ему жить сам. Димас для пиара своего нового трека про Тима показал всю его коллекцию обуви. Свои годы он имеет кучу брендовых кроссовок, которые в основном дарили друзья. Мне сразу бросились в глаза вот эти, так как они когда-то принадлежали Юле Гаврилиной. Купила их тиктокерша в 2021 году и пообещала, что когда-то наденет на своего бэйбика. Но пока в её жизни есть малыш поважнее, поэтому хранить просто так не имело смысла. Юле тем более пока не до этого, так как у них всё вновь закручивается с самого начала зданий. Их же на этой теме не упустил момент сегодня потроллить бабич. Милохин как раз прикупил себе зачем-то фен Дайсон для укладки, и Артур уверен, что пользоваться он им будет не в одиночку. Съёмки нового ролика Жени Лизагуба вновь не обошлись без происшествий. Вся их компания в какой-то момент начала выкладывать посты с тревожным посылом. Неожиданно произошла авария и кого-то даже увезли на скорой. По одежде несложно было догадаться, что это Милана Некрасова, который Женя спустя сутки забрал и отвёз обратно домой. И вот тут я нашёл парочку непонятных для меня несостыковок, навевающих на мысли об очередном хайпе. Во-первых, странно, что Милана вплоть до посадки в скорую снимает впритык оператор. Ну ладно, может для остроты контента нужно. Во-вторых, разбитая тачка. Чтобы так прогнулся передок, нужно прилично разогнаться, а они были на небольшой площадке, где это физически невозможно сделать. Ну и в-третьих, непонятно, почему всю ситуацию контролировал только Лизагуб, а родители Миланы, которые на минуточку только 14 лет, вообще бездействовали и не приехали её встретить. Пишите, что вы думаете по поводу ситуации в комментарии, для меня тут всё предельно очевидно. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok